Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! 13 декабря 2019 года, соглавное событие боксерского вечера компании Golden Boy. 12-раундовый бой в суперсреднем весе. За титул, вакантный титул Всемирной боксерской ассоциации Intercontinental. Вон Александр был на наших экранах, его рекорд был 15 побед, 3 поражения, 9 побед нокаута. Перед этим боем, конечно. А вот его противник, которого вы, наверное, узнали. Ни разу не проигравший Бектимер Меликузеев. 3 боя, 3 победы, 3 нокаута. Итак, бой начался. Ну, Бектимер Меликузеев, вы, наверное, узнали, конечно. Он сейчас справа от нас, в черных перчатках. Он левша. Он был очень хорошим любителем. Перечислять все его любительские заслуги, это займет половину обзора. Достаточно сказать, что он был серебряным призером Олимпийских игр в 2016 году. Перешел в профессионалы. Очень... Вот в первых трех боях просто доминировал над своими противниками. Ничего они не могли ему противопоставить. И вот боксер совершенно другого уровня. Вон Александр. Вон Александр. Младший брат чемпиона мира в двух весовых категориях. Девона Александра. Начал свою карьеру. Вот этот боксер в 2004 году провел пять боев, все выиграл. Ну, а одновременно занимался грабежами и воровством. Ну, как это у нас говорится в отдельных социальных группах, блатная жизнь отблагодарить. Вот она его отблагодарила 11-летним тюремным заключением. Но в тюрьме он продолжал поддерживать форму и в 2016 году вернулся на ринг. Провел несколько побед над боксерами не очень высокого класса. Потом проиграл Деннису Даглину в августе 2018 года. Проиграл Дженебеку Алимханулы в ноябре того же года. Здорово действует Бексимер, да? Отлично смещается. Уходит. Вот забьющую руку противника. Ну, любительская школа. Как говорят, опыт не пропьешь. Да, и вот в 2019 году вон Александр. Это его пятый бой. Из пяти боев четыре боя. Вот четвертый бой он проводит с ни разу не проигравшими противниками. Но боец он опасный. Он уже выиграл в 2019 году у двух боксеров, до этого ни разу не проигрывавших. У Филиппа Станковича и Мони Пауэлла. Проиграл, правда, Энтони Симпсу. Но Энтони Симпс боксер очень хороший, тоже был отличным любителем. И на момент встречи с воном Александром, его рекорд был 18-0, 17 нокаутов. Проиграл по очкам. Александр, он вообще досрочно никогда не проигрывал. Очень крепкий боксер. Поэтому это очень хорошая проверка для Бегтимира. Что можно сказать? Бегтимир работает, смещается, уходит, бьет, обманывает. А вон Александр просто за ним ходит и пытается выбросить один удар. Возможно, вот в первой половине боя казалось, что он, может быть, хочет перевести бой во вторую половину. Учитывая, что нет опыта длинных боев у Меликузеева. Да, вот на повторе видно, попал один удар, но его удары Бегтимир держит. Вот эта тактика, ходить в блоке за противником и пытаться нанести один удар, ну, она могла бы сработать, если бы был таким явным нокаутером Александр. У него есть удар, но нокаутером он, да, им откровенным не является, поэтому... Вот посмотрите, видите, да, сколько ударов нанес Меликузеев и сколько нанес Александр. 250-45. И сколько из них дошло до цели? 97-19. Вот бой дошел уже до восьмого раунда, картина не меняется. Меликузеев работает, выигрывает раунды, а вон Александр, видимо, не найдя ничего лучше, откровенно бьет противника головой. Ты в порядке, спрашивает рефери? Рефери пообещал вот Александру, что снимет с него один балл, если он повторит подобное. Вот это другой момент, но сейчас нам на повторе покажут, там очень хорошо видно, как все это было. Вот смотрите, просто боднул головой, да. Видимо, вспомнил эти тюремные бои, наверняка он там в тюрьме занимался боксом. Или, возможно, свою блатную юность, там это тоже нормально. Стиль это человек. Девятый раунд. Кстати, к девятому раунду уже заметно, что левый глаз у Александра, ну, уже там практически закрылся. Сколько он этих джебов пропустил. Ну, не только джебов. Видно, что очень хорошо готов биктимер Меликузи. Вот девятый раунд идет. Темп он продолжает держать достаточно прилично. Хотя опыта таких боев у него еще никогда не было. Да, противник как бы по большей части исполняет роль такого ходячего мешка. Сам ударов мало выбрасывает. А когда выбрасывает, может и попасть, но... Как бы полезность вот такого вот длинного боя сложно переоценить. Заканчивается у нас десятый раунд. Ну, что можно сказать? Очень хороший опыт для биктимира Меликузиева. Вот в прошлом обзоре, который мы с вами делали на его бой, я попросил биктимира подольше побоксировать, чтобы дать возможность насладиться вот его отличной техникой. он пошел нам навстречу, за что большое ему спасибо. Вот повторы этих лучших моментов. Ну, что тут можно сказать? На мой взгляд, судейское решение, его объявление, это простая формальность. Ни одного раунда Александр не выиграл. И все судьи, совершенно ожидаемо, все раунды отдают да, биктимиру Меликузиеву, чем мы его и поздравляем. Я не сомневаюсь, что он станет чемпионом мира. Как вы думаете, сколько ему понадобится боев, чтобы дойти вот до титула? Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, надеюсь, вам понравился этот обзор. Если понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нам будет еще много хороших обзоров, классных боев. Субтитры сделал DimaTorzok